И сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун выступила со специальным заявлением. Ситуацию с газоснабжением она назвала вопиющей. Уважаемые жители Мурманской области, в течение нескольких последних дней в нашем регионе происходят серьезные перебои с газоснабжением. Правительство Мурманской области очень обеспокоено такой ситуацией. Мурману был газ, являясь частной компанией-монополистом, подвел нас к довольно опасной черте, когда люди элементарно не могут приготовить себе еду. Монопольное право поставок газа было предоставлено этой организацией прежним руководством области. Надо понимать, что Мурману был газ – это частное предприятие. Правительство Мурманской области по закону не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность этого предприятия. Как, впрочем, и брать на себя полномочия муниципальных образований, которые отвечают за газоснабжение своих городов и районов на законных основаниях. Руководство Мурману был газа проявило в своей работе вопиющее разгильдяйство, полную безответственность и недопустимую халатность. Сложившаяся ситуация потребовала моего личного вмешательства. Я получаю от вас огромное количество тревожных писем, жалоб, заявлений на отсутствие газа в ваших домах. И, похоже, господин Черненко испытывает и ваше терпение, и терпение правительства Мурманской области. Но нашему терпению пришел конец. Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер. В отношении Мурману был газа проводится очередная прокурорская проверка. Правительство области, являясь одним из акционеров компании, будет инициировать проведение внеочередного собрания, которое поставит вопрос о смене руководства. А именно о смене руководителя Мурману был газа Александра Черненко. Предприятие, имеющее стратегическое значение для нашей области, не может управляться таким образом. Для поддержки хозяйственной деятельности акционерного общества в опережающем порядке мы перечислили Мурману был газу около 3 миллионов рублей. Всю субсидию, положенную предприятию до конца этого года. Всего же из бюджета области акционерному обществу было выделено в этом году порядка 21 миллиона рублей. В оперативном режиме мы ведем прямые переговоры с поставщиками газа. Мы ведем переговоры с руководством железной дороги, со всеми структурами, участвующими в доставке газа на Кольский полуостров. Мы со своей стороны строго проследим за тем, чтобы уже в сентябре жителям, пострадавшим от бездействия Мурманоблгаза, был делал перерасчет за ненадлежащее газоснабжение в августе. Мы тщательно отслеживаем то, как цистерны с газом поступают в регион. По информации компаний-поставщиков, газоснабжение в наших домах в полном объеме будет восстановлено в ближайшие дни.